Продолжение предисловия к первому тому творений святого Иоанна Златоустого. Ввиду предположения дать именно полное собрание творений Великого Отца и Селенского Учителя Церкви, весьма важно знать, какое именно издание подлинника принято в основу этого русского издания. Творения святого Иоанна Златоуста имели несколько изданий, о достоинстве которых можно судить по следующему краткому очерку. Уже вскоре после изобретения книгопечатания на Западе стали делаться попытки к изданию творений святого Иоанна, но эти издания большей части содержали в себе латинские переводы отдельных творений и их частей. Собственно, греческий текст в более или менее исправной форме явился в 1529 году, когда изаны были в Вене, беседы его на послании святого апостола Павла с предисловием Максима Доната. Позже, за этим изданием, уже в конце XVI и начале XVII века, последовало издание толкований на Новый Завет вообще, сделанное Камелином, типографом в Гейдельберге, в четырех томах, ин фолио, в 1591-1602 годах. Интерес к творениям святого отца стал быстро возрастать, и через 10 лет, именно в 1612 году, явилось великолепное издание уже всех его творений в восьми толстых томах ин фолио. Это издание, предпринятое усердием Генри Савилья, напечатано было в Этоне. Савилий, родившийся в 1549 году, был известный в свое время английский ученый, одинаково отличавшийся познаниями в математике и греческом языке, который он в течение некоторого времени даже преподавал королеве Елизавете. Король Иаков I предлагал ему повышение в церкви и государстве, но он отклонил эту честь, хотя и принял рыцарство в 1604 году. Около этого времени у него умер его единственный сын, и от сели он всецело посвятил себя делу преуспеяния науки. В Оксфорде он основал на свой счет две профессорские кафедры по геометрии и астрономии, а также и библиотеку, снабженную математическими книгами для пользования профессоров. Но у слада его жизни в это время было особенно чтение и изучение творений святого Иоанна Златоуста. И он, порешив сделать эти творения доступными и для других, предпринял полное собрание его творений и не щадил на это издание ни труда, ни денег. Он лично с этой целью побывал во всех главнейших библиотеках Европы, исследовал находившиеся в них манускрипты, и благодаря любезности и содействию английских посланников, а также и выдающихся ученых за границей, нанятым от него переписчиком, открыт был доступ в библиотеки Парижа, Базеля, Аугсбурга, Мюнхена, Вены и других городов. В основу издания он положил печатный экземпляр камелиновое издание, причем тщательно сравнив его с пятью манускриптами, разночтение их он отмечал на полях, хотя и не совсем по ясному плану. Главное значение этого издания стоит в предисловиях и примечаниях, из которых иные сделаны Козаубоном и другими учеными того времени, хотя лучшие из них принадлежат самому Савилью. Все расходы, потребовавшиеся для исполнения этого великолепного издания, восходили до 8 тысяч фунтов серлингов, что на наши деньги составит более 80 тысяч рублей. Жена самоотверженного ученого была так недовольна такими громадными расходами на непонятное ей издание, равно как и необычайную его преданность этому делу, что не раз грозило даже сжечь все издание. В издании Савилья творения святого Иоанна Златоуста явились только в своем греческом подлиннике. Этим оказана была громадная услуга науки и ученым, и ее представителям, а также и тем немногим избранникам, которым доступен им греческий язык. Для огромного же большинства, даже образованного общества, это издание было недоступно. Оно нуждалось в переводе, если не народное, не на народный, то хотя бы по крайней мере на общераспространенный на западе язык латинский. Вот почему не замедлило появиться и такое издание. Этот труд принял на себя французский ученый Франтон Дуцей, который независимо от Савилья, но в дружелюбном взаимообщении с ним порешил не только сделать издание полного собрания творений святого отца, но и снабдить их латинскими переводами. Причем в тех случаях, когда не оказывалось на лицо хорошего латинского перевода известного творения, уже и существовавших, он делал таковое самолично. Смерть его прервала этот почетный труд, который, однако, через несколько времени принят был на себя двумя братьями Фредериком и Клодом Моррель и закончен последним из них в 1633 году. Это собрание издано было в Париже в 1636 году в 12 больших инфолио томах. В основу издания опять положен был печатный экземпляр издания Каммелина, и хотя в нем также были допущены некоторые изменения, но меньше, чем это было в издании Савилия. Таким образом, издание творений святого Иоанна имело уже немалую историю, и на него положено было немало трудов. Дуцеевое издание, как рассчитанное на широкий круг читателей, именно способных понимать латинский язык, а он доступен был всем более или менее образованным людям того времени, не только на Западе, но и в России, действительно разошлось скорее, чем Савилиева. Через несколько десятилетий стала чувствоваться потребность в новом издании, и оно совершено было ученым-бенедиктинцем Бернардом Монфаконом. Автор этого знаменитого бенедиктинского издания состоял сначала на военной службе, но уже в двадцатилетнем возрасте оставил эту службу и поступил в бенедиктинский монашеский орден, где нашел свое истинное призвание и сделался одним из знаменитейших литературных деятелей не только своего, но и последующих времен. В 1698 году бенедиктинцы закончили предпринятые ими издания творений Святого Афанасия и Блаженного Августина и вслед за тем начали делать приготовление к полному изданию творений Златоуста, которому они порешили посвятить целых тридцать лет. Монфакон с его начитанностью в святоотеческой литературе оказался в этом деле незаменимым человеком. Он послан был в Италию, где в течение трех лет занимался разбором рукописи в библиотеках. По своем возвращении он и спросил себе у начальников ордена позволения взять с собой четырех или пять человек братьев для сверки манускриптов в Королевской библиотеке в Париже, равно как и в известнейших библиотеках частных лиц. Труды их продолжались более тринадцати лет. Открыто было в названных библиотеках более трехсот манускриптов, в которых содержались различные части творений Златоуста. Монфакон, между тем, вошел в сношение с учеными различных стран Европы, чтобы при помощи их достать еще больше материала и произвести дальнейшую сводку и сверку манускриптов. Результатом этого было то, что после более чем двадцати летнего непрерывного труда Монфакон произвел издание, в котором многие творения впервые увидели свет, а другие, остававшиеся неполными в прежних изданиях, представлены были в их законченном виде. Но труд был так громаден, что несмотря на все усилия, текст есть наименее удовлетворенная сторона издания. Работавший уже в новейшее сравнительное время ученый-англичанин Сильд открыл, что восемь главных манускриптов, служивших основой издания, не подвергнуты были достаточно тщательной сводке. И что, хотя в нем рекомендуется особенное издание Савилия, однако в действительности издатель более следовал издание Мореля, Дуцея, которое представляло собой почти не более как воспроизведение первоначального камелиного издания. Главное значение этого издания состоит в предисловиях, написанных Монфаконом, в каждой серии бесед и к каждой, отдельному, каждому отдельному творению. Причем в них полно и обстоятельно обсуждается хронология, содержание и характер творения. В хронологическом распорядке творений издание Монфакона также делает большой шаг вперед по сравнению с изданиями Савилия и Дуцея, которые даже вообще и не пытались установить этот порядок. В последнем, 13 томе, содержится жизнеописание святого Иоанна Златоуста, весьма объемистый указатель, а также и ряд рассуждений касательно учения, дисциплины и ересей, существовавших во времена Златоуста. Причем эти рассуждения поясняются и подтверждаются изречениями, собранными из самых его творений. В общем, это издание нельзя не признать чудесным памятником способности и предприимчивости знаменитого издателя. Особенно если принять во внимание, что ко времени завершения труда Монфакону было уже 83 года от рода, и он более 50 лет проработал над литературными трудами всякого рода. Он умер в 1741 году, а его труд переиздавался и после него, причем последнее издание было сделано в Париже в 1839 году.